Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем курс лекции по социологии. Сегодняшняя тема нашей лекции вторая по курсу социология-политология. Тема нашей лекции называется «Введение в теорию социологических исследований, которые будут проходить по следующему плану. Развитие отдельных школ и направлений социологии, исследовательские вопросы в социологических исследованиях, также вопросы гипотезы и выборки». Здесь мы должны сказать, что социология имеет очень солидную историю. Начинается она с возникновения социологии в Древнем мире такими представителями, как Аристотель, Платон. Второй период – это реформация, где основными идеями выступают идеи правового государства. Третье – это эпоха нового времени, где возникают первые идеи утопического социализма и либерализма. Четвертое – это середина XIX века, это возникновение и развитие социологии как науки. Здесь возникают теории Аугюста Конта, Герберта Спенсера и многих других аккаунтистов и позитивистов. Следующий классический период социологии, она охватывает тоже очень огромную такую, значит, концепцию школы, где мы выделяем немецкую школу социологии, представленную Максом Вебером, Георгом Зиммелем, Харлом Марксом. Вторая школа – это французская школа социологии, представленная Эмилем Дюргеймом. Далее идут социологические школы, которые развиваются в Америке. Такими представителями-менеджерами того периода Тейлором, Мэйо, Смолом. Также есть социологическая школа, возглавляемая Петеримом Сорокиным. Развитие социологии в современных условиях тоже идет в ногу со временем. Мы здесь выделяем Чикагскую школу, школу структурно-функционального анализа, представленная Парсонсом, представленная Робертом Мертоном. Далее идут теории среднего уровня, то есть здесь мы выделяем роль Роберта Мертона. Далее идут конфликтологические направления, которые были развиты тоже немецкими представителями социологической школы. Далее идут символический интеракционизм Джорджа Мида и феноменологическая школа, которая тоже играла важную роль в развитии современной социологической мысли. Шютцем, например. Социология в Казахстане – очень солидное направление, где социально-экономические вопросы были разработаны идеологами, политиками, историками, этнографами многих наших казахстанских мыслителей. Вы знаете с прошлых лекций, что Конд является основателем социологии. Огиско, помимо своих курсов позитивной философии, разработал теорию трёх стадий, закон трёх стадий. Социология, по его мнению, строится по принципу естественных наук, то есть которые располагаются в следующей иерархии. Это сначала идёт математика, астрономия, далее физика, химия, биология и как бы пик развития наук – это социология, то есть позитивизм. Каждая последующая ступень – это более высокого порядка ступеней развития науки, считал Конд. Социология основывается на законах биологии, является теоретической дисциплиной, занимающейся позитивными, то есть научными исследованиями, писал Конд. То есть здесь фундаментальные законы общественного развития подчёркивал роль и значимость Огисконт. Социологическими методами изучения по Конду являются естественно научные методы, такие как наблюдение, эксперимент. Закон трёх стадий по Конду одновременно является логическим и историческим законом. Здесь первая стадия развития человека и общества называется теологическая, то есть она базировалась на вере, религиозных убеждениях и вере без доказательств. Вторая стадия в развитии науки Конд выделяет как метафизическую. За реальность принимаются голые абстракции или сущности, которая занимала очень большой период с 1300 по 1800 годы и является переходной эпохой. Важнейшие такие явления эпохи, как реформация, философия просвещения, французская революция в этой стадии подчеркивается. Третья стадия это позитивная, то есть функциональная, когда на первое место выходит рациональность, познание, оценки именно объективной реальности. Здесь на первый план выходит эмпирический метод, эмпирическое познание, которое вытесняет мифологическое, религиозное. Следующий период после Конта в классической философской мысли начинается с изучения трудов, Эмилия Дюргейма, выдающегося политолога, социолога, который, знаете, оставил очень много работ после себя. Дюргейм природу социальных явлений разъяснял социальными факторами и исходным моментом анализа поведения людей является общество. Его теорию характеризуют как позитивистскую, поскольку методологически он ориентировался на образец естественных наук. Здесь позитивизм для Дюргейма. Это был основной метод социологии, который называл он социологизмом. К его основным работам относятся о разделении общественного труда, о методике социологии, а также труд самоубийства, суицид. В основе методологии Дюргейма лежит понятие о социальном факте. Далее идет в перечисление нами выдающихся мыслителей социологической мысли Петерин Сорокин. Российский социолог далее был эмигрирован в Америку, США. Его называют классиком американской социологии, по праву его считают основателем теории социальной мобильности и социальной стратификации. Петерин Сорокин основные свои труды писал, например, в 1920 году систему социологии, социальная структура и мобильность 1927 год, социальная и культурная динамика 1937 по 1941 годы. Его труды тоже имеют такие непроходящие значения для социологической мысли в современную эпоху. Следующий мыслитель это Герберт Спенсер, английский философ, позитивист, основатель родоначальных организацийских школы. Спенсер полагал, что невозможно рациональное понимание истин без рационального понимания истин биологии. Он попытался методологически обосновать социальный организм, рассматривая общественный организм с аналогией именно с биологическим организмом. Следующий вопрос по теме нашей лекции это исследовательский вопрос. Социология основана на социальных фактах, на изучении явлений, процессов методами социологических исследований. Поэтому в системе логически-последовательных, методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью для их последующего использования в науке или практике, мы различаем теоретические, эмпирические и конкретно социологические. Можно их называть еще прикладные исследования. С чего начинаются социологические исследования? Исследования нужно начать с подготовки программы социологического исследования. Программа это изложение его цели и общей концепции, исходных гипотез вместе с логической последовательностью. Для их проведения и проверки составляется еще и рабочий план исследования, который отражает основные процедурные мероприятия, связанные с качественным проведением социологического исследования. Поэтому здесь, чтобы провести социологическое исследование, мы должны еще выделить проблемную ситуацию. Что такое проблемная ситуация? Это реально существующие в социальной действительности противоречия, значит, способы, то есть алгоритм разрешения, которого в данный момент еще неизвестны или неясны. Поэтому социологические исследования имеют свою структуру, объект, предмет и задачи исследования. Здесь объектом исследования мы называем носителей социальной проблемы, то есть, например, конкретные люди, это может быть группа людей, коллектив, слой, класс и так далее. Социальные явления и процессы – это общественное мнение, отношение людей к какой-либо общественной проблеме, состояние, например, социального объекта, ну, в данном случае можно сказать, ну, например, моды, социальная стратификация, проблемы неравенства, справедливости, социализации, миграции и многое другое. Предмет исследования – это то, что изучается в объекте, то есть, на что направлено изучение, то есть, свойства и стороны объекта. Здесь могут быть социальные явления и процессы, если объектом выступают конкретные социальные общности. Задачи исследования, естественно, формулируются в соответствии с целью исследования и гипотезами. Но прежде чем сделать, значит, начинать социологические исследования, мы должны четко сформулировать свою гипотезу. То есть, что такое гипотеза исследования? Это слово от греческого выходит как предположение, в переводе означает основание. Это научные предположения о структуре изучаемых объектов, механизме их внутренней динамики, а также взаимодействии с внешними факторами или другими объектами. Поэтому классификацию гипотез здесь выделяем мы такие, как могут быть описательными, объяснительными или же прогностическими. Для того, чтобы наше исследование было более точным, объективным, реальным, полученные данные соответствовали социальной действительности, мы должны сделать правильную выборку. Что такое выборка исследования? Это часть объекта исследования, который по основным социально-демографическим или основным существенным признакам, подобно объекту в целом. То есть, выборка или выборочная совокупность, как мы видим, представляет собой уменьшенную копию модель объекта исследования, которую мы называем генеральной совокупностью. Генеральная совокупность это множество, совокупность всех элементов объекта исследования, которая ограничена естественными территориально-временными рамками и оговорена в программе исследования. Выборочная совокупность это часть генеральной совокупности, извлеченная определенным образом из целого и предназначенная для непосредственного изучения и наблюдения. Если привести пример, все население Казахстана это как генеральная совокупность, мы выделяем из нее выборочную совокупность. Для изучения данных исследований, например, для нас важна молодежь, поэтому вот эта выделенная из генеральной совокупности молодежь выступает как выборочная совокупность. Далее, методы конкретных социологических исследований. Ну, методов очень много, в данном случае один из них это опрос. Опрос – сбор сведений о состоянии общественного мнения больших или малых социальных групп. Основными разновидностями опроса здесь выступает анкетирование. Самый такой массовый способ получения общественного мнения, изучения общественного мнения – опрос. Оно заполняется, опросики существуют, где может происходить опрос присутствия интервьюрера, анкетера, так и без него. Интервьюрирование. При его проведении происходит личное общение интервьюрера с респондентом. Интервьюрер сам задает вопросы опрашиваемому и фиксирует полученные ответы. Далее идет у нас метод наблюдения. Наблюдение тоже очень старинный метод, идет издревле. Это метод прямой регистрации событий очевидцам в процессе их протекания. Чаще всего этот метод применяется при изучении поведения людей на митингах или во время массовых зрелищ, например, в спортарене, на стадионе, в соревнованиях и так далее. Если соцолок изучает поведение забастовщиков уличной толпы, подростковой группировки или бригады рабочих со стороны, например, в специальном бланке, регистрирует все типы действий – реакции, формы общения и так далее, то он проводит так называемое включенное наблюдение. То есть участник анкетер как участник ситуации получается. Правило невключенного наблюдения, когда нужно стремиться видеть, не будучи видимым и не становясь участником наблюдаемого события. Участие может быть анонимным в данном случае или же неанонимным, то он проводит так называемое невключенное наблюдение. Здесь есть скрытые камеры, могут быть экспериментаторы и так далее. Методы социологических исследований, конечно же, они бывают разные. При сплошном анкетировании опрашивается вся вот эта генеральная совокупность, и при выборочном только ее часть, как мы выше говорили, выборочная совокупность. Выборочное анкетирование – наиболее распространенный метод получения именно первичной социологической информации. Социометрически еще есть такое понятие опрос, когда цель данного социометрического опроса – получение данных о межличностных отношениях в малых социальных группах, то есть с помощью так называемых социометрических критериев по возрастам, раса, национальности и так далее. Метод эксперимента, еще один метод социоисследования. Этот метод эксперимента направлен на получение информации, основывающейся на изучении поведения объекта исследования под воздействием заранее заданных и контролируемых факторов, искусственно введенных в исследуемый объект или его окружающую среду. При проведении эксперимента важно учитывать, что он предполагает нарушение естественных связей изучаемого объекта, в результате чего может измениться и его сущность. Но выделяется в литературе научной два вида эксперимента. Полевой эксперимент, то есть изучение ситуации в его естественных условиях. Второе – лабораторный эксперимент, когда для изучения ситуации создается искусственная среда. Таким образом, мы с вами коротко рассматривали основные методы социологических исследований, которые имеют свою процедуру, рабочий план, выборку и, естественно, обработку полученных данных. Помимо этого, еще существует контент-анализ, на который мы должны остановиться на следующих своих лекциях. Благодарю за внимание. Продолжение следует...